Всем добрый день, это новости Турция. Для тех, кто впервые открыл подобное видео, я хочу вам рассказать о том, что я живу в Турции. Я перевожу на русский язык наши новости, что здесь в стране происходит и вещаю просто на YouTube-канале. Я не профессиональный журналист, это мой личный блог. Вообще, я по профессии психолог. Так что, кому интересны новости Турции, очень интересно, чем живут сами турки, чем интересуются, что обсуждают в стране, то подписывайтесь на канал и ставьте лайки. В инфобоксе под видео я оставляю ссылку. Обязательно откройте и подпишитесь на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Давайте приступим. Итак, всех мусульман хочу поздравить с прошедшим праздником Курбан-Байрам. Он, кстати, произошел в Турцию без эксцессов каких-либо. Кстати, не было замечено очень много пробок, как в прошлые годы. С чем связаны пробки, люди выезжают к родственникам. Вообще, в праздник принято встречаться с родными, навещать близких. Также есть, а-ля такой, знаете, родительский день навещают на кладбище умерших своих родственников. Это перед Байрам в первый день. Ну, вообще, многие просто пользуются возможностью огромных выходных. В этом году было беспрецедентное количество объединились с выходными днями обычными, субботы и воскресенья. Получилось 9 дней выходных. Турки, например, на Новый год отдыхают всего лишь один день, 1 января. Поэтому таких огромных праздников, чтобы были выходные по неделе, по две, у них не бывает. И вот единственный раз в году это Курбан-Байрам. То есть, если по праздникам мы это сравним, то, да, такой турецкий Новый год, в кавычках, да, можно назвать. Ну, вообще-то, религиозный праздник жертвоприношения. Можете погуглить, посмотреть. Никак с Новым годом, скажем так, не связано. При этом очень много было людей в курортных зонах просто нереально. Трудно найти отель. Все обычно заранее, конечно, бронируют. Трудно было найти парковку, где-то оставить машину, покушать в ресторане. На пляжах нет мест, в отелях нет мест, нигде нет мест. В общем, это не только касаемо туристов, которые иностранцы прилетели. Но это очень в этот момент самый, вообще, пик главный, точка внутреннего туризма. Сами турки путешествуют в своей стране. Очень часто едут к родственникам, которые живут на курортных каких-то зонах. Тоже их посещают. Но при этом поплавать можно, как бы, и отдохнуть, соответственно. Ну, в общем, сейчас не об этом, мы о новостях. Первое. Давайте немножко с вами больше социалки, о чем люди на самом деле в Турции говорят, интересуются социально-общественные новости. Политически, слава богу, никак уж у нас много. В плане политики сейчас пока что такой поспокойный период идет. Доллар. Нормально, да, сказала. 26 турецких лир стоит сейчас 1 доллар американский. Это преодолена психологическая отметка. Помните, я говорила по прогнозам перед выборами, буквально там 2 месяца назад, прогноз вообще был, что к концу года будет только 20 турецких, 28, пардон, 28 турецких лир будет стоить доллар. Это типа максимум. И это по подсчетам различных иностранных бюро и иностранных экономистов. Вот, как мы видим, уже июль месяц только начался, первые дня уже 26. Я вообще считаю, приверженец того, что, скорее всего, к концу года будет 30, а то и выше, скорее всего. К 30-ке мы, конечно же, подкатимся. Если вас спрашиваете, вот, типа, что такого, как на нас влияет, на туристов вас тоже это влияет. Это дорожает все. Электричество, доставка, логистика, бензин, питание, магазины, проживание в отеле и все-все-все прочее. Все просто дорожает, инфляция в стране. Так что я думаю, что иностранцу тоже полезно знать эту информацию. С какими деньгами выгодно ехать в Турцию в отпуск? Конечно же, это евро и доллар, валюта. Банковские карточки иностранные, если они устроены просто из России, они не работают. Иностранные все, конечно же, работают. Виза, Мастеркард, Ройсистема, они все работают. UnionPay. Но если UnionPay, кстати, здесь у нас работает, если он выдан неподсанционными банками, кто не под санкциями, пожалуйста, UnionPay тоже работает. Кстати, работает Тинькофф, UnionPay, они запустили карты, хотя Тинькофф под санкциями, да. Пока что они работают, но там 6% от суммы, которую вы снимаете, например, в банкомате, там берется 6% за эту услугу, короче. Ну, невыгодно, дороговато. Проще из России ехать с наличкой, например. Из последних новостей давайте перейдем к социалке. Сейчас в Турции, конечно, тема лесных пожаров очень важна. Был большой пожар в Мармарисе. Ну, большая такая территория, конечно, не катастрофа огромная произошла, но территория не маленькая. Напомню, что 2 года назад там были вообще жесточайшие в Мугли, в Мармарисе пожары. Очень много погибло животных, растений. И я захочу отметить, как вот житель здесь в стране, что у меня родственники там живут. Я могу отметить, как бы, с первых рук, что по факту не высадили новых деревьев, не как-то облагородили территории. Или именно лесные зоны, лесополосы не восстанавливаются. Вот выгорели, там что-то как-то убрали, чуть-чуть прибрали. Нового ничего не насадили окончательно. Поэтому люди очень сильно здесь боятся в Мармарисе, очень сильно боятся пожаров, они боятся повторений. Потому что не то, что дышать там не страшно, а там много домов сгорело, много территорий, отелей и так далее. Вот был большой пожар. Его тушили с вертолетов. Молодцы, конечно. Но причина пожара, его, конечно, все они под контролем потушили. Оказывается, в лесу произошло преступление. Убили мужчину, затушили. И попытались скрыть, короче, пожаром. Подожигали тело, и загорелся лес. Его, конечно, тут же начали быстро тушить. Соответственно, тело человека не сильно пострадало в этом плане. Его можно было идентифицировать. Буквально на следующий день уже были записи с камер видеонаблюдения в городе, где его видели последний раз. Там установили личность очень быстро, короче, это дело начали раскрывать. Также во время Байрама в подача, это Измир, тоже курортная зона, там тоже был большой пожар. Было видео в сети, как пожарники тушили, обливали максимально рядом с флагом на пригорке флаг турецкий. Они очень трепетно турки относятся к флагу, к Байраку. И тушили вокруг него первую зону, чтобы, не дай бог, флаг не пострадал. Тоже это в соцсетях обсуждалось, какие молодцы и так далее. Вообще, сегодня в Стамбуле, вот закончился Байрам, первый у нас сегодня рабочий день. В стране праздники закончились. И, конечно же, очень много было туристов внутренних в Стамбуле, в туристических местах. То есть это Долмабахче, там, я не знаю, Дворец Султана, Султан Ахмед площадь, Айя-София, Голубая мечеть. Вот эти все туристические метки. Там были туристы, немало, причем прям очень даже много. Причем туристов очень много внутренних туров, которые едут, пользуясь как раз возможностью, что многие выехали из города, приезжают как туристы посмотреть, чтобы меньше людей было, посвободней. Завирусилось видео, в соцсетях турки обсуждали, в Инстаграме оно крутилось, в Телеграме новостей самых свежих о Турции тоже это видео присутствовало. Турок снял буфет, это как бы кафе, всякие снеки, закуски. Кстати, в Топ КП, да, музей Топ КП, где великолепный веет, все фанаты туда со всего мира съезжаются. Это очень популярный турок, зная сколько, что на самом деле стоит, был просто в шоке, что там, не знаю, сок выжатый больше 100 лир, стаканчик, лимонад просто с сахаром 90 лир, пачка чипсов ЛС-70, когда она в магазине стоит там, ну, 20-25, всякие батончики, снеки, орешки, все, короче, в 5-6 раз дороже, чем это в магазине стоит. Ну, окей, в 2 раза мы можем это понять, даже я помню, я все музеи, естественно, Стамбуле посетила в свое время. Я помню прекрасно, что, да, буфеты, конечно, подороже, это для туристов, туристическая зона, но, пардон, ну, в 2 раза это может стоить дороже от магазина, ну, не в 5-6 раз. Конечно, там были возмущения, турки очень это активно обсуждали в соцсетях, что, ну, это вообще просто негоже, как бы, да. Так что я вообще туристам хочу сказать Стамбуле, если вы такое про снеки, что-то с собой перекус, конечно, покупайте в магазине, в маленьких лавочках, в киосках, они в центре все, и их очень много легко найти рядом с отелями и так далее, то есть, условно. Также в Стамбуле на дороге во время Байрама произошло такое ДТП интересное, тоже обсуждается социумом. Я даже сейчас зачитаю имя. Хусейн Ючгюля, это офицер полиции из Мугла, но он был в Стамбуле, и на трассе у него на дороге, короче, в Стамбуле произошел конфликт с другим водителем, которого звали Фатиху Зун. И этот полицейский вообще по профессии своего деятельности полиция госнаркоконтроль. Человек, с которым он конфликтовал на дороге, подрезали, в общем, непонятно, какая была ситуация, это и не важно, по сути. Они конфликтовали, и он оппоненту своему на дороге сломал ногу в двух частях, то есть перелом ноги, у него прям гипс от бедра, у человека он лежачий. А на удивление он оказался адвокатом. Адвокаты, конечно же, здесь имеют силу. В Турции адвокатская работа, адвокатами боятся, конечно, сталкиваться очень многие люди, потому что они засудят, здесь суды работают, судебный тяжбый, то есть можно судиться, здесь даже соседи судятся порой, да, если какие-то конфликты происходят. Пойти к адвокату или иметь адвоката, это нормально вообще делать для крупных городов, я имею в виду, не для провинции. Вот, в общем, у них этот конфликт, он подал не только в суд за, там, конфликт за избиение, причинение вреда, моральный ущерб, а вообще проверку государственную заплату запросил, почему офицер полиции, госнаркоконтроля ездит, внимание, на машине Мадзерати за 330 тысяч долларов. Это стоимость жилья, по сути, да, можно квартиру купить, а в провинции Атои-2 можно приобрести. А это цена, как бы, стамбульская, да, на жилье 8 миллионов, можно прекрасную квартиру купить в новом доме. Вот, и, в общем, откуда вообще, собственно, денежки-то на такие роскошества, и офицер полиции вообще не может себе позволить такие покупки. На данный момент полицейского отстранили от работы, естественно, потому что идет проверка, выясняют налоговая, и вообще, в общем, ну, собственно, чувак, как бы, конкретно так попал. Еще интересная информация, что по статистике полицейской, больше 4 тысяч турок подали на фиктивный развод, то есть они развелись, ну, продолжили с супругами вместе жить, проживать, и, как бы, как будто бы ничего не было. Для чего они это сделали? Это потом установила уже полиция, это в ходе проверок произошло. Живут, не живут, там соседи опрашивали и так далее. Потому что от государства там полагается какая-то пенсия тем, кто разводился с женом разведенных, содержание, там, минималка. Вот, ради этой минималки люди расторгались в свои браки, но продолжили вместе жить для того, чтобы получать государственные выплаты. На самом деле, вообще, полиция говорит о том, что таких случаев гораздо-гораздо по стране больше. Это 4 тысячи, которых удалось только установить, которых проверили. И просто полицейским не хватает своих сил для того, чтобы всех проверить подозреваемых, скажем так, в этом. Просто недостаточно количества сотрудников, которых можно направить на это. То есть есть еще куча, может быть, проверок и так далее. По поводу наказания я не знаю какое. Может быть, административка, скорее всего, им будет не больше. Но про наказание прямо в статье в интернете об этом ничего не было написано. Но статистика такая существует. На чем говорит, да, социальный срез людей, на что они готовы пойти или вынуждены каким действием пойти, чтобы получить какие-то деньги. Минималку, да, у нас подняли. Будет индексация в ближайшее время пенсии, тоже об этом разговор. С одной стороны, когда у нас проходит индексация зарплаты пенсии, сильно не радуйтесь. Потому что у нас тут же после этого, через недельку, дорожают автоматически все продукты питания, коммуналка и все прочее. Соответственно, вместе с этой индексацией. То есть индексация для, скажем так, ну назовем компенсации инфляции в стране, когда только подняли. И через неделю к этой индексации зарплаты пенсии все равно поднимается инфляция, цены растут. То есть как бы логика, когда кажется на деле, что подняли, денег как бы больше можно получить, но по факту новая индексация инфляции, она снова съедает эти деньги, которые подняли. То есть по сути мы стоим на месте и уровень жизни людей по факту, да, что они больше могут положить в корзину и платить на кассе продуктового магазина, не меняется. Также еще посол Турции в Лиссабоне, Мурат Карагез, он погиб в Фетхие на курорте. Довольно-таки мало это обсуждалось в новостях, конечно, но люди тоже обратили на это внимание. Погиб как? Он прыгнул на отдыхе, был в Фетхие, прыгнул с яхты, на которой отдыхал в воду и не всплыл уже. Вообще говорят, что от сердечного приступа он погиб. Знаете, что хочу отметить, почему эта новость? Интересно. Сначала новость, первый день была преподнесена, как есть, да, прыгнул с яхты, отдыхал, не всплыл обратно, потом нашли его тело. На следующий день уже в новостях, которые про государственные, там уже откорректировали, умер во время отпуска и у него остановилось сердце. На следующий день, на трензе, отпуск, к слову, вообще убрали, информация была в СМИ, когда ее преподносили кто-то впервые, да, просто, что погиб от остановки сердца. Почему? Социально неравенство, естественно, что может себе позволить яхту, такой отпуск и так далее. То есть это тоже показатель того, как общественное мнение зондируется и как корректируется, например, чтобы от него подстраиваться, чтобы люди были, ну, очень недовольны. Также обсуждалось среди людей то, что приехала Наоми, это внучка Джо Байдена отдыхать в Турцию, она отдыхает в Чешме в Измирском курорте. Это, кстати, очень популярный курорт, так вот Бодрум, следующий у нас идет популярность, конечно, Чешме и по стоимости тоже. Бодрум, скорее всего, один из самых дорогих, Чешме потом идет, потом Мармарис, потом там Анталия и так далее, Фесс. В общем, почему обсуждалось? Ну, потому что политика политикой, отдыхать хотят очень многие, очень много знаменитостей этим летом прилетело в Турцию, очень много было их замечено. И еще, из такой социальной новости, в городе Эрзинджан покупатель просто в продуктовом магазине на кассе покупал там хлеб, сыр, колбасу и забыл сумку, в которой у него были наличные деньги. Там денег было 2 миллиона лир. И портовец, видя даже, открыла сумку, что там деньги, его нашли, в общем, ему вернули эти деньги. У нее даже брали интервью, это было на ТРТ Хабер, о том, что она говорила, я дам деньги любому, в принципе, покупателю, любому человеку, чужое не возьму. И очень, конечно, ее, особенно это было в Байрам, когда надо, нельзя грешить, скажем так, жертвоприношением и делаем мясом. Очень, конечно же, эта тема, эта новость разлетелась по СМИ, ее очень популяризировали, обсуждали, что грешить нельзя, чужое брать нельзя, воровать и тому подобное. То есть никаких грехов делать нельзя. И напоследок такая интересная новость, что российский телеканал ТНТ и Good Story, это медиа-компания, которая спонсирует, будут, не то что будут, они уже снимают в Стамбуле сериал русско-турецко-английский. Он будет на трех языках на этих транслироваться. В чем суть о том, что, типа, подружки, одна познакомилась в интернете с турком, едет к нему на свидание, навстречу, берет с собой подружку, или их там трое героинь будут, приезжают они, типа, в Стамбул. И молодой человек оказывается не тем, кем за себя выдавал в соцсетях, а совершенно другим. Вот такие, типа, романтическая комедия, типа, о назлобу дня, о жизни и так далее. Я сейчас зачитаю роли, кто исполняет комедии, я не всех, конечно, там знаю актрис этих. Катерина Ковальчук, Таша Цветкова, Анна Богомолова, Тимур Базинский, Милек Аббаса Заде, Рами Нарин, Баран Андыч, Мирза Мрзич и другие турецкие и русские актеры. В общем, интересная, конечно, история. Ясно, понятно, на какую аудиторию это рассчитано, на какую целевую аудиторию, кто это будет смотреть и какие там будут подробности в туристический сезон. Но я, как от жителя страны, могу сказать, что такое себе, потому что это не надо, я считаю, что попули... Я понимаю, что на классный сюжет можно снять комедию хорошую, но это, знаете, это очень популярная тема, да, и это затрагивает очень многие слезы, горести, переживания людей, которые попадают в такие ситуации. Я понимаю, что это сюжет интересный, но популяризировать такое, мне кажется, не очень. Мне, в принципе, как здесь живущему человеку, все вот эта история, всегда она не очень. Не хочется, чтобы таких историй было много. Вот такие у нас новости Турции. Если у вас есть что написать в комментариях, задать вопросы, пишите. В инфобоксе я оставляю ссылку на телеграм-канал главных новостей о Турции. Подписывайтесь обязательно. И если кому-то нужна моя консультация психолога, в инфобоксе есть моя почта, пишите туда, я вам вышлю условия консультации. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.